Сотруднику спецподразделения Росгвардии Евгению вручают заслуженную награду. Историей, которая произошла на крещение, действительно проникаешься. 19 января мужчина гулял с дочерью у Волги. Услышал крик о помощи, присмотрелся. Примерно в 100 метрах от берега тонул человек. Ни секунды не раздумывая, офицер бросился к нему на помощь. У меня в багажнике веревка была, я схватил ее и побежал туда. Пытался вытащить его за веревку, но лед был очень тонкий, он постепенно ломался, ломался. Я к нему подполз, ползком взял его за шиворот, за капюшон. Сказал, чтобы он переворачивался на бок. Когда он на бок переворачивается, я за капюшон его ползком вытаскивал. Уже на берегу боец спецподразделения переодел пострадавшего в сухую одежду и почти забыл о происшествии. Но спустя несколько дней спасенный мужчина написал благодарственное письмо. Награду нашла своего героя. Таких, как он, в Самарской области еще 58 человек. В этом году в оргкомитет поступило более 200 заявок. Акция прошла под девизом «Творим добро вместе». Общественный совет выбрал 48 пронзительных историй, прочитывая которые, не остаешься равнодушным. Доктор медицинских наук Наталья Полируш на награждение приехать не смогла. В свои 72 года женщина верна профессии и продолжает работать в красной зоне областного госпиталя ветеранов войн. Василий Воронин спас соседа из горящей квартиры. А награду за Геннадия Кагарлицкого вручили дочери. Посмертно. Врач бригады скорой помощи работал с коронавирусными пациентами, пытался им помочь. Но себе, увы, не смог. Среди нас очень много людей хороших. Эти люди скромные, они же не выйдут с плакатом, что вот смотрите я какой хороший. Его должны этого человека кто-то заметить. Сосед, общественная организация, ветеранская организация. Много, кстати, лауреатов сельской местности. Это тоже важно, что людей замечают. Лауреатов акции благородства определили по 15 номинациям, среди которых память, волонтеры, мужество, меценаты и многие другие. Более чем за 20-летнюю историю проекта лауреатами акции стали порядка 900 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции награждение героев, проживающих в районах области, прошли по месту жительства. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Продолжение следует...